Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. До 45 тонн овощей в сутки строительство завода по производству крахмала в Чувашии обсудили на совещании в Москве. Контроль круглые сутки. В Чувашии продолжается работа по борьбе с паводком и половоди. Один урок на всех. В школах Чебоксар создана единая локальная сеть. Весеннее половодие началось. В южных районах республики уже вскрылись малые реки. По данным регионального МЧС, подтопление жилых домов пока не наблюдается. Ситуация с паводком контролируется круглосуточно. В марте наша съемочная группа побывала в деревне Картуева Козловского района. Это одна из потенциально опасных зон. Рядом протекает река Средний Аниш и есть водоем, где местные разводят рыбу. Сама деревня также расположена в низине, из-за чего в прошлом году в нескольких хозяйствах затопило подворье. Хотя снега было меньше в разы. Елена Лаврушкина каждую весну заглядывает в подпол. Не изменилась ситуация и сейчас. Снег на улице уже растаял, но в подпол вода уже стала подниматься. В подполе все убрали. И у наших соседей тоже. Если у нас вода заходит, то и у соседей. Если мы будем воду откачивать, толку нет. На следующий день вода все равно будет на том же уровне находиться. Когда Аниш тронулся, Аниш он поднялся был. А потом сказали, что он ушел уже. Особое внимание малым рекам. Прежде всего это Сура, Бизна, Була, Кубня и другие. Специалисты мониторят состояние гидротехнических сооружений и мостов, обращая особое внимание на заторы опасной участки. В работах задействовано около двух тысяч оперативных групп. Паводковые явления замечены и в Парецком районе, и в АлатРе. На сегодняшний день паводковая ситуация на территории Чувашской республики стабильная. Во всех главное управление отработало с выездом на место. Принимали участие в комиссиях по чрезвычайных ситуациях в этих муниципальных образованиях, где были приняты дополнительные меры по безопасному пропуску паводковых вод. На территории Чувашской республики спланированы силы и средства в количестве около 4 тысяч человек личного состава и около тысячи единиц техники, а также 13 единиц плавсредств, два беспилотных летательных аппарата. Пока ночью наблюдаются небольшие заморозки. Сильное таяние снега и льда исключено. Сейчас проблема уже прошла практически. Пик прошел. Все, вода продумывается. Но на всякий случай спасатели готовы к любой чрезвычайной ситуации. Если бы было нарушено жизнеобеспечение населения, этих людей можно было бы разместить в этих пунктах временного размещения. Есть все необходимое для того, чтобы переждать волну и пик паводковых явлений на территории этих муниципальных образований. Кроме того, сейчас МЧС проводят специальные командно-штабные учения, где отрабатываются вопросы безопасного прохождения паводка. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. В Чувашии начались командно-штабные учения по противодействию ликвидации паводков и пожаров. Сегодня все силы приведены в готовность к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. На учениях будут отработаны вопросы, связанные с защитой населенных пунктов от возможного половодия и паводка. Результаты анализа показали, что риск небоприятного сценария развития чрезвычайной паводковой ситуации на территории субъектов Приволжского федерального округа, а именно в республиках Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, составляет более 75%. Проверку пройдут объекты экономики и социальной сферы на предмет ликвидации природных пожаров. По результатам космического мониторинга ежедневно выявляются более 20 термических точек, в том числе вблизи населенных пунктов, отметил Валерий Зеленин. Из резервного фонда Чувашии выделены средства на поддержку пострадавших от пожара в многоквартирном доме по улице Разина в Канаше. 106 жителей уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч. В связи с частичной утратой имущества дополнительная финансовая помощь по 50 тысяч рублей оказана пяти жильцам. Один человек в связи с полной утратой имущества получил 100 тысяч рублей. Люди, которые остались без крови, размещены в пункте временус, получается размещение. Это одно из общежитий города и плюс в гостинице. Люди обеспечены горячим питанием. Сейчас ведется работа по привлечению подрядной организации, которая начнет заниматься восстановительными работами. В заключении строительная экспертиза уже имеется по конструктиву, которая подлежит замене. И какие виды ремонтных работ надо будет нам осуществлять. Сегодня в Москве обсудили возможность строительства в Чувашии картофеля перерабатывающего завода. О необходимости увеличения объемов глубокой переработки и сельхозпродукции говорил в своем послании Государственному совету глава республики. Подробности в нашем репортаже. В республике производят картофеля больше, чем необходимо для внутреннего потребления. В такой ситуации неизбежно возникают вопросы сбыта и переработки. Один из вариантов – создание и производство картофельного крахмала. На встрече представитель компании «Ларсон» Ольга Булай рассказала о проекте, реализация которого позволит ежедневно перерабатывать до 45 тонн овощей в сутки. Картофель – это такая культура, которая дает наиболее высший выход продукции с одного гектара. То есть выход денег с одного гектара у картофеля в республике является, можно сказать, одним из самых высоких. Поэтому нужен сельхозпроизводителям сбыт этого картофеля. Как раз переработка его как раз и даст рост производства как сырья, соответственно, и готовой продукции, которую будет пользоваться не только в Чувашской республике, но и во всей России. По данным Минсельхоза Республики, около 70% картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Его качество не всегда соответствует стандартам. Если эту проблему не решить вовремя, не заняться вплотную селекционной работой, планом не будет суждено сбыться. Мы готовы как производить семена для внутреннего рынка, также для экспорта. И дальше сами же занимаемся производством продовольственного картофеля и можем также производить картофель для переработки. Новый завод может обеспечить качественным картофельным крахмалом большинство предприятий пищевой промышленности по программе импортозамещения. Сейчас в России производится только 30% продукции, остальное поставляется из-за рубежа. Новое технологичное производство будет востребовано как никогда. Учитывая, что Чувашская Республика имеет весь потенциал для того, чтобы выращивать картофель, соответственно, и глубокая переработка картофеля там необходима. На совещании обсудили и возможное место размещения предприятия. Лучше строить его на территории опережающего социально-экономического развития или агроиндустриального парка, чтобы инвестор получил возможность воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Производим мы картофель на территории Чувашской Республики, но хотелось бы, конечно, производить побольше крахмала. Для этого есть возможность, есть современные технологии, есть желающие. Наша задача в ближайшее время скоперироваться или создать некую площадку, где нашли бы свои интересы и производители картофеля, и переработчики, и потребители, возможно, готового уже продукта. В ближайшее время инвестпроект по строительству перерабатывающего предприятия будет детально расписан. Его рассмотрят на одном из заседаний Высшего экономического совета. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика из Москвы. В ходе поездки в Марпасадский район глава Чуваши Олег Николаев провел совещание по ряду актуальных задач, стоящих перед органами власти. Некоторые вопросы обсуждались с выездом на место. Я проект видел, мы сейчас включились, пытаемся решить вопрос, когда уже вы в колокола забили. Меня интересует вопрос, почему до этого вы вообще молчали? Вот в таких условиях каждый год мучаетесь. Общеобразовательная школа микрорайона Коновалова исчерпала все свои ресурсы. Из-за закрытия деревянного пристроя с ноября 2017 года учеба проходит в две смены. Учреждение осталось без столовой. Не хватает и учебных классов. Нет пришкольного стадиона для занятий физкультурой на открытом воздухе. Мы хотели сперва ремонтировать, капремонт войти. Но когда провели экспертизу, получилось, что капремонту не подлежит, так как и фундамент, и крыша, и потолок у них в очень плачевном состоянии. В данный момент дети ходят у нас кушать далеко. 300 метров. Технологический техникум, слава богу, есть рядом. Образовательному учреждению выписан целый ряд предписаний о нарушениях требований СанПИН. Но поэтапно их устранение не решает проблемы в целом. Новую школу планируют построить на 375 мест. Уже готова вся необходимая проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу с положительным заключением. Но время было упущено, и объект не вошел в перечень учреждений, которые будут построены в рамках НАСПроекта «Образование». Правительство ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас мы сделаем все, чтобы уже в этом году найти источники финансирования для этой школы. Мы сейчас ожидаем, что в конце апреля данный объект может быть включен в программу финансирования по комплексному развитию сельских территорий. И в случае положительного решения мы уже будем иметь источники финансирования, и уже на следующий год данный объект будет построен. Олег Николаев поручил местным властям найти временное решение. Подумать, как можно разделить потоки учащихся, организовать прием пищи для младшеклассников. На встрече обсудили событийный туризм. Фестивали, конкурсы, ярмарки, основанные на местных традициях и важных исторических событиях, должны быть объединены в цельную туристическую карту района и республики. На этой основе можно выстраивать туристические маршруты. Ни один из них не заработает, если в районе не будет нормальных дорог. В этом году на капитальный ремонт дорожного полотна заложено свыше 100 миллионов рублей. Заехал Олег Николаев и Вильборусова. Там, в память о страшной трагедии, унесшей в пожаре жизни более 100 школьников, будет обновлен мемориал. Его реконструкцией займется известный скульптор Владимир Нагорнов. По проекту предполагается возвести часовню в честь погибших в пожаре, отреставрировать действующий памятник и установить плиты с именами погибших. Работа максимально должна быть завершена к 5 ноября, спустя 60 лет после трагедии. Екатерина Шиверова, Виктор Степанов, Республика. В этом году Парад Победы пройдет в столице республики с соблюдением ограничительных норм. Поменялось и место. Красную площадь сменит площадь республики. 9 мая по-прежнему сохраняет статус главного государственного праздника. Великую Победу будут отмечать во всех городах и районах. В рамках празднования Дня Победы в Чувашии в этом году планируется проведение почти двух тысяч мероприятий. Чтобы сохранить здоровье пожилых людей, ветеранов войны и дружников тыла, им рекомендовано смотреть Парад Победы по телевизору. Его будет транслировать национальное телевидение Чувашии. Самих же участников хотят протестировать на наличие COVID-19. Чтобы у нас также был дополнительный фильтр тех людей, которые активно участвуют в проведении мероприятий. Понятно, будет организована онлайн-трансляция. Для того, чтобы это все могли увидеть люди на территории всей республики, не собираясь в одном месте. Но мир и безопасность мы с вами, коллеги, должны обеспечивать. Что касается 1 мая, то и в этот день органы власти решили не проводить праздничных шествий. Почувствовать атмосферу весны можно будет в онлайн-формате с использованием фото и видеоматериалов под единым хэштегом «1 мая Чувашия». Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Откуда ждать помощи и как защитить себя, если в семье кризис? За время пандемии количество звонков на телефон и доверие выросло примерно вдвое. Самоизоляция привела к росту домашнего насилия. Первичную помощь женщинам готовы оказать в городском клиническом центре. Там работает кабинет медико-социальной помощи. У Ольги двое детей. Сейчас она снова ждет пополнения. Обратившись в женскую консультацию для постановки на учет, она неожиданно для себя нашла здесь поддержку. Семейные отношения зашли в тупик, и женщина не видела выхода из сложившейся ситуации. При первичном обращении женщины беременной или женщины, которая планирует прервать беременность, на прием к акушеру-гинекологу при разговоре цель выявить фактор неблагополучия. И вовремя направить женщину в кабинет медико-социальной помощи. Сейчас молодая мама живет отдельно от мужа. Ведь от домашнего насилия страдают все члены семьи. И самые уязвимые – это дети. У меня старший сын постоянно об этом говорит. Он говорит, когда я женюсь, когда я взрослым стану, я, говорит, на жену никогда руку поднимать не буду. Я всегда буду ей помогать, защищать. Чтобы она чувствовала то, что есть мужская поддержка. Мы с ним как друзья. Он меня спрашивает, он мне все говорит, что у него на душе. Чувство безысходности часто возникает из-за отсутствия информации. Женщинам кажется, что выхода нет и помощи ждать неоткуда. Это не так. В кабинете работают сразу три специалиста – психолог, социальный работник и юрист. Консультации бесплатные. С начала года здесь побывали около 400 женщин. Женщины чаще всего обращаются по вопросам оформления документов для обращения в государственные органы для получения мер социальной поддержки. Также мы консультируем и помогаем собрать пакет документов. Активно помогает женщинам, оказавшимся трудной жизненной ситуацией, Центр социальной защиты семейных ценностей «Покров». Здесь можно получить разовую материальную продуктовую помощь и даже найти временный кров. Здесь продукты первой необходимости от Центра защиты материнства «Покров», который работает при отделе по церковной удовлетворительности в социальном служении Чебоксарской и Чебоксарской репархии. Такую помощь вы сможете получать ежемесячно, до того момента, пока ваша ситуация не справится лучше с трудом. Будьте здоровы. Это важно. Мне специалисты здесь оказали огромную помощь. То, что мне было сложно, то, что я хотела услышать, что они мне все сказали начисто этого. Созванивались они. Они мне привозили продукты. За все это не только им, но и церкви огромное спасибо. Медики убеждены, если женщине вовремя оказать помощь, она никогда не решится на прерывание беременности. А это одна из целей национального проекта «Демография». Наталья Мальчикова, Бахтия Равелиев, Республика. В рамках национального проекта образования в школах Чебоксар создана единая локальная сеть. Что это за платформа и как она работает, выясняла наша съемочная группа. В школе номер 40 в 10 классе идет урок химии. Его могут посмотреть все образовательные организации города в так называемом прямом эфире в локальной сети. Эта система поможет шире использовать передовой опыт и лучшие практики. Есть школы, где, скажем так, сильные учителя-предметники, сильные методисты. Они могут преподавать свой урок и вести его образцово-показательные для всех школ города Чебоксара одновременно. При этом преподавание идет не только в онлайн-режиме, когда подсоединяются все школы и смотрят данного учителя и его урок, но и затем записи для того, чтобы те, кто пропустили, посмотреть и, соответственно, получить необходимые знания. Единая локальная сеть поможет и в проведении мастер-классов, семинаров, школьных методических объединений и даже в проведении видеоконференций. Все это без интернета. У нас сейчас внутри этой локальной сети четыре мощных ресурса. Это первая – своя ВКС школы города Чебоксара, которая будет уже без выхода в интернет. Это своя система ВКС для садиков. Это своя система ВКС для учителей и детей. Ну и в ней сейчас запущена система. У нас свое облако для учителей. В дальнейшем к подобной сети подключатся и все школьные библиотеки города, чтобы учащиеся могли получить учебники и другие книжные пособия. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Новости культуры. Книга известного искусствоведа Михаила Кондратьева, «Чувашская музыка в зеркале параллели» представлена на соискании Государственной премии Республики в области гуманитарных наук. Над монографией автор трудился почти 40 лет. В книге обобщен опыт сравнительных исследований традиционной музыки народов Волга Уральского региона. Была проделана огромная работа. На конкретных примерах искусствовед объяснил общность музыкально-поэтического фольклора разных народов Поволжья. «Чувашская народная музыка имеет удивительную, ну так попросту говоря, структуру, формы, лады, ритмы. Я просто погрузился вот в этот мир, увлекся. А потом смотришь, те закономерности, которые видны в Чувашской, и в Татарской есть, и в Марийской, и в Удмуртской. Вот интересно, что среди нас окружающих народов, вот эти четыре народа прямо-таки представляют некое единство. Я это назвал Волга-Уральская музыкальная цивилизация». Труды Михаила Кондратьева отличают особая тщательность, крупулезность в подборе материала. Он детально разбирает музыкальные произведения, находя в них народные образы и символы. Сохраняя тем самым для потомков фольклорное творчество. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости вторника, 13 апреля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова